Всем привет! С вами снова воскресный выпуск Lava Media. Тема маршрутов на Хичеван через Сюник, или тема Зангизуцкого коридора, называйте как нравится, не хочет нас отпускать. Мы плотно обсуждали ее в этом ролике, в этом ролике, и это только за последний месяц. Но информационная повестка такова, что мы должны сделать это еще раз, чтобы прокомментировать вот все эти заголовки. Между Россией и Ираном пробежала черная кошка. Иранские политики выступили с резкой критикой в адрес России из-за того, что Москва поддержала создание Зангизуцкого коридора, запланированного транзитного маршрута между Азербайджаном и Нахичеваном через территорию Армении. Если коротко, то их сюжет примерно такой. Баку утверждает, что между Ираном и Россией разразился какой-то серьезный конфликт из-за возможного маршрута этой дороги. Россия рассчитывает, что она должна пролегать через Армению, как это написано в трехстороннем заявлении, которое Москва почему-то до сих пор считает действующим. Мы убеждены, что главное это следовать духу и букве целой серии трехсторонних договоренностей лидеров России, Азербайджана и Армении, которые были достигнуты в 2020-2022 годах и которые охватывают все аспекты ситуации и все вопросы, которые необходимо решить для того, чтобы ее окончательно и полностью урегулировать. Баку пытается по мере сил поддерживать такую риторику. Например, на известном таком правом бакинском ресурсе Калибрас вышел целый ролик, в котором утверждается, что трехстороннее заявление нарушали только армяне и в конце следует вот такой вывод. Поэтому и пришлось нам пройтись по всем восьми пунктам и освежив Армении память, объяснить, что никто кроме нее их не нарушал. Она сама их нарушала, порой неоднократно и настойчиво. Поэтому уйти от выполнения ею последнего, девятого пункта трехстороннего договора не удастся. И пусть умерит неожиданно хлынувший на нее поток воодушевления после серии заявлений откуда-то там с юга. Под югом, как вы понимаете, здесь, конечно же, имеется Иран. Разумеется, ни Азербайджан, ни Лавров не говорят это в первый раз, это обычная риторика, что Баку, что Москвы. Равно как и Иран множество раз заявлял, что Зангизорский коридор вызывает у него некоторые обосения. Так было еще в 21 году, когда казались возможными самые разные сценарии развития вот этого процесса урегулирования, как это можно назвать. И тем не менее у нас в руках есть факт. 2 сентября российский посол в Тегеране был вызван в иранский МИД. После чего иранское агентство Тосним и британская газета Guardian сообщали, что иранское руководство донесло Москве сигнал, не помогайте Азербайджану прокладывать маршрут через Армению, потому что мы, Тегеран, считаем эту идею опасной. А еще был пост нового министра иностранных дел Ирана в Твиттере вот такой. Любая угроза с юга, с севера, востока или запада в отношении территориальной целостности наших соседей или перекраивания границ категорически неприемлема и является красной линией для Ирана. Ну, а уже после этого пошла серия гневных публикаций в азербайджанских СМИ. Вот такие заголовки, например, были. На этой неделе тема противоречий с Ираном добралась и до брифинга Марии Захаровой. Она, впрочем, попыталась представить все так, как будто все преувеличено и раздувается при помощи неких западных кураторов. Я видела заявления, которые атрибутированы Министерством иностранных дел Ирана, о том, что речь шла о беседе, о приглашении. Видела также, что в СМИ были другие. Другая была интерпретация, но вот я опираюсь на официальное. Видела и заявления иранских депутатов, которые выступили с критикой позиций России по, как вы сказали, так называемому зангизурскому вопросу, коридору. Что я могу сказать? Реакция иранской стороны. Мы находимся с партнерами ВКонтакте, причем это постоянный контакт. Мы предоставили все необходимые разъяснения на этот счет по этой теме. Мы исходим с того, что изложенная нами аргументация была в Тегеране услышана и воспринята. Ясно, что антироссийскую информационную компанию инспирировали определенные круги, которые используют любую, даже самую нелепую возможность, чтобы внести разлад в отношение расширяющегося стратегического партнерства между Москвой и Тегераном. Еще в армянских СМИ на днях появилось вот такое заявление. Оно приписывается корпусу стражей исламской революции Ирана, КСИР. И мне оно, надо сказать, сразу показалось странным, потому что, хотя пунктов там пять, мысль, в общем-то, пронизана буквально одна, ее можно выразить одним предложением. Тандем Азербайджана и Турции укрепляет свои позиции, а значит, Иран будет вынужден защищаться. Ну или вот так, Туранский коридор, антииранский по своей сути. Есть там, кстати, резкое заявление в адрес Москвы, но тоже пронизано буквально тем же самым духом. Россия должна ясно понимать, что недавняя поддержка создания Зангизурского коридора противоречит ее заявлениям о дружбе и стратегическом партнерстве с Ираном. В условиях, когда война с Украиной продолжает поглощать значительные ресурсы Москвы, Иран напомнил России, что их двухсторонние отношения не должны быть основаны на односторонних интересах. И все же к этому источнику, как мне кажется, нужно относиться со скепсисом, потому что найти оригинал этого текста на персидском языке у нас не получилось. Возможно, это творчество каких-то околоксировских журналистов, экспертов, политологов. В Иране ведь тоже есть телеграм и телеграм-каналы, там популярен телеграм. Но все-таки похоже, что официальной версией Ксир это назвать нельзя. Это такой вот патриотический продукт. Иран сложнейшая страна для изучения, которой вообще-то не стоит заикаться, даже если ты там не был. Я, кстати, этим похвастаться не могу. Я лишь несколько раз видел территорию Ирана с азербайджанского берега Аракса. На сайте моего родного коммерсанта даже есть вот такая фотография. Смотрите, на переднем плане опоры Ходофиринского моста, на заднем плане иранский берег. А я вот стою в черном пальто, и рядом мой французский коллега Эммануэль в сером. Это я к чему? О том, что чего хочет Иран, мы будем говорить с опытным иронистом Никитой Смагиным, который несколько лет прожил в этой стране, работая спецкором ТАССА, но потом уволился с началом украинской войны. Да, это именно он помог нам верифицировать последнюю публикацию, якобы Ксировское заявление. Первый вопрос, который мы ему задали. Действительно ли в Иране верят, что проект Зангизурского коридора – это реальная угроза границам, или же это все-таки какое-то нагнетание такое, нагнетание со стороны Тегерана? По поводу изменения границы, думаю, верят. Но, конечно же, в том смысле верят, что это некоторая крайность. То есть крайность, до которой может дойти ситуация. То есть это самое страшное, что ли. Хотя главная боязнь, конечно, не в этом. Главная боязнь, что просто Азербайджан получит контроль за Ирано-армянской границей и, в общем-то, будет иметь возможность отрезать Иран от Армении, от вот этого альтернативного пути, скажем так. Потому что явно, что если брать транзит, это Армения явно не основной путь. Но, тем не менее, это некоторая альтернативная возможность, это некоторая дополнительная возможность для Ирана, для выхода на международные рынки, в принципе, для взаимодействия с миром. У Ирана не так много этих возможностей, он не так обрезан много где. Так что в этом смысле, я думаю, что верят, но все-таки это не то, что не означает, что они верят, что это будет произойдет в ближайшее время, или обязательно произойдет. Это, скорее, такое самое страшное опасение из присутствующих. А что же Россия? Россия, судя по всему, считает вот так. А тиражируемые в СМИ инсинуации о якобы изменении существующих геополитических границ, угрозах территориальной целостности, суверенитету Армении, еще вот я читала про силовое навязывание Еревану, прокладки маршрута, все это не соответствует действительности. Если кто-то пытается оспорить или стоять под сомнение суверенитет независимых государств, то это вообще-то не наш выбор. Наверное, Мария Захарова не смотрела недавний выпуск на канале Калиберас, где суверенитет Армении напрямую ставится под сомнение, ведь она, им по мнению авторов, злоупотребляет. Армянское государство в данном конкретном случае лишено права злоупотреблять своей географии, ссылаясь на красивые формулировки о суверенитете и юрисдикции над каждым сантиметром своей территории. Оторванной в результате преступной большевистской вахханалии от основной части государства путем передачи Армении западной части азербайджанского Зангизура Нахчеван в наши дни являет собой абсолютно уникальный и беспрецедентный кейс. Чтобы добраться до него, азербайджанскому государству приходится по вине большевиков проезжать по территории других государств или же пользоваться их воздушными пространствами. В этом смысле Нахчеван является абсолютным уникумом, единственным в мире примером чистого эксклава, не полуэксклава. Поэтому Армения, получившая в подарок непонятно за какие заслуги азербайджанские зангизуры, отрезавшие таким образом Нахчеван от Баку, не вправе рассуждать о каких-то вопросах суверенитета и юрисдикциях, ограничивая нашу возможность свободно ездить домой в Нахчеван без каких-либо проверок с чьей-либо стороны. Звучит это все, надо сказать, весьма агрессивно. И тем не менее, благодаря этому видео у нас есть на руках три позиции. Ирана, России и Азербайджана. А в чем же позиция Армении? Ну, официально она заключена в концепции перекресток мира, которую на всех международных площадках презентует Никол Пашинян. Но мы не будем наивны и переформулируем эту позицию так. Если коммуникации между Арменией и Азербайджаном нельзя открыть с учетом интересов Еревана, а это, как мы видим, из позиции Азербайджана сейчас делать невозможно, то пусть же они не будут открыты вовсе. Ну, а если азербайджанцы хотят ездить в Нахчевань, безусловно, им это нужно, то пусть строят дорогу через Иран, Армения поддерживает этот проект. Нам на этом могут сказать, что в долгосрочной перспективе такая позиция может нанести ущерб самой Армении, ведь она таким образом закрепляет свою транспортную изоляцию. Это так, но открыть коммуникации на условиях Баку выглядит еще худшей идеей, потому что это просто опасно для национальной безопасности. Это сближает армянскую позицию с иранской, но тут важно подчеркивать, Иран действует крайне рационально, а не от какой-то большой любви к Армении. Иран хочет забрать все выгоды себе, а не делиться ими с кем-либо. Иран заинтересован в том, чтобы был один коридор, чтобы он был, во-первых, коридор, но это был один коридор, это был Аразский коридор, то есть это маршрут через территорию Ирана, который соединит, собственно, Турцию и Азербайджан, то есть Каспийское море, Средиземное море. Помимо этого, этот же коридор соединяет Иран с Россией железной дорогой, То есть, это железная дорога, которая идет из Ирана через Нахчевань в Азербайджан и дальше в Россию. То есть, сейчас прямого железнодорожного сообщения нет. Ну, там формально оно есть через Центральную Азию, но на деле там дорога такая... А теперь речке сложно. Очень сложно. Да-да-да. Ее использовать, да. Вот. Так что вот нормальная дорога появляется. Во всем этом Иран заинтересован. И еще раз он заинтересован, чтобы был только этот маршрут. Потому что если появляется дополнительный маршрут, Баку, наоборот, заинтересован, чтобы были оба маршрута. Потому что, опять же, Баку неинтересно зависеть полностью от Ирана в таком важном маршруте, чтобы это все проходило. То есть, часть, кусок проходил по иранской территории. Ему интересно, чтобы было два варианта. И оба варианта могли в случае чего быть использованы. Это как бы интересно и с точки зрения политики, и с точки зрения логистики на самом деле. Потому что у тебя чем больше маршрутов, тем больше потенциально возможностей для того, чтобы был безопасный путь. Вот. Потому что всегда, если что-то происходит с одним маршрутом, А если мы говорим иранскую территорию, то есть маршрут через иранскую территорию, то это чревато не только вопросами, что Иран, например, что-то не будет делать, или какие-то действительно вопросы безопасности физической. Но есть вопросы санкций. То есть, некоторые перевозчики могут не пользоваться этим маршрутом из-за санкций каких-то. Это тоже вполне возможно. Так что Азербайджан, понятно, логично, заинтересован в том, чтобы было оба маршрута. Иран заинтересован в том, чтобы был один маршрут по двум причинам. Одна это, скажем так, экономическая, политика экономическая, скажем так. Это, собственно, чтобы Иран получал дивиденды, чтобы Иран контролировал ситуацию и все такое. И вторая история, собственно, еще более политическая. Это связано с тем, что Иран действительно опасается, что Азербайджан может получить контроль за Ирана армянской границей. И в этом случае он уже будет, уже Баку будет пытаться навязывать условия Ирану. Так что в этом, в этой парадигме, в общем-то, все и существует. И я думаю, что, опять же, анализируя тот опыт, который был до этого, что, скорее всего, ситуация в том, что Иран пытается выторговать себя в более выгодные условия. То есть, добиться того, чтобы все-таки был один маршрут, и он был через территорию Ирана, это как бы идеальная какая-то парадигма, при которой иранцы успокоятся. И вся эта риторика, как и в прошлый раз, я думаю, что скорее для того, чтобы просто получить какие-то дополнительные гарантии, дополнительные дивиденды, может быть, дополнительные соглашения. О каком таком прошлом разе идет речь? Речь, конечно, о масштабном дипломатическом конфликте между Баку и Тегераном на рубеже 22-го и 23-го годов. Тогда стороны постоянно обвиняли друг друга в шпионаже, задерживали каких-то диверсантов. Даже шла речь о поддержке терроризма. Вот когда на посольство Азербайджана в Тегеране напал странный мужчина с автоматом, в Баку никто не поверил, что его мотивом, правда, был семейный конфликт. Он утверждал, что вот от него ушла жена, и она уехала в Азербайджан, и якобы он хотел найти ее в посольстве. Действительно странно. Однако, пройдя через все это напряжение, стороны как раз договорились, по крайней мере, о том, что часть маршрута пройдет через территорию Ирана, по южному берегу Аракса. Все верно. В отличие от маршрута через Армению, маршрут через Иран, по крайней мере, строится уже сейчас, а значит, можно рассчитывать, что он будет закончен в течение пары лет. Но как быть санкциями? Ведь если рассматривать Зангизурский, Араски, называйте, как хотите, коридор, как часть глобального маршрута из Китая в Европу, то получится, что западные компании просто не смогут им пользоваться, потому что дорога идет через Иран, или же не так? Если же брать ситуацию с Ираном, то, с одной стороны, конечно, официально, я думаю, перевозчики вряд ли западные будут пользоваться этим, но есть не западные перевозчики, то есть не западные компании, это первое. А второе, если мы берем, в принципе, железную дорогу, то железнодорожные грузы, они гораздо проще используются для обхода санкций, чем автомобильные. Железнодорожные грузы, опять же, насколько я общался с логистами, которые объясняли, как это происходит, железнодорожные составы гораздо реже тормозят на таможне и в меньшей степени досматривают, и это сделать сложнее, и там процедура несколько иная. И поэтому, в общем-то, если мы берем санкционные грузы, то они уже могут попасть и через Иран, и из Европы, в сторону Каспии, в обратном направлении. Другой вопрос, что, конечно же, официально западные компании в этом участвовать не будут. Но прежде чем переживать о нереализованных перспективах срединного коридора, можно вспомнить, что через Иран планировался еще один великий международный логистический маршрут, Север-Юг, и вот что с ним стало. Давай все-таки вспомним, если мы смотрим, как часть маршрута Север-Юг, например, да, то маршрут Север-Юг, он уже давно не сильно международный, он уже больше про Иран и Россию, да, потому что это раньше была идея, что через Россию пойдет на Балтику и там куда-то выйдет, сейчас в этой Балтике нет для России, все, она закрыта, то есть там не будет никакого выхода ни в какие северные моря, так что он замыкается на Россию, может быть, да, из России в каком-то смысле, как там, как хаба России, да, на страны СНГ, на СНГ это возможно, но не на Балтику, так что в этом смысле международность уже под сомнением не из-за Ирана причем. Пожалуй, примерно так же нужно относиться и к маршруту из основной части Азербайджана в Нахичеване. В первую очередь, это дорога национального значения, во вторую регионального, потому что понятно, что из Нахичеване грузы будут попадать в Турцию, наоборот. Но уж амбиции о построении нового великого шелкового пути через всю карту, давайте пока что оставим на потом. Чтобы эти идеи осуществились, нужно изменить очень многое, и не только в Армении с Азербайджаном. Нужно модернизировать порты на Каспии, нужно убрать коррупцию простой на границах между странами Центральной Азии и очень многое другое. Я несколько сомневаюсь, что этот маршрут по-настоящему будет использоваться как международный. Конечно, понятно, что тут есть интерес Турции, чтобы использовать коридор как коридор. Но если тут какой момент, вполне видна перспектива создания, завершения вот этого коридора, когда он будет замыкаться, доходить до Нахичеване и через нее идти в Иран. Это понятно, еще раз там, один-два года. Но когда мы говорим о коридоре как вот именно в масштабе того, чтобы он прямо соединял Каспий и Турцию, да, то это перспектива... Вообще-то Турцию и Китай. Даже так, да? Ну, я имею в виду, разумеется, через Азербайджан. Это просто перспектива уже не одного-двух лет, а эта перспектива гораздо большая какая-то. И что там будет к тому моменту, вообще большой вопрос. То есть вот этот участок, который понятно, как и когда примерно можно реализовать, я думаю, он не будет использоваться особо международными силами вообще-то, международными компаниями. Он будет замыкаться на Азербайджан, Иран и Россию примерно все, да? Ну, то есть там больше особо никого нет. Вот. А что касается вот этого маршрута уже соединяющего Каспий и Средиземное море, он может, конечно, использоваться много кем, но это настолько перспектива пока непонятная, когда он будет завершен, что я бы пока вообще про это предпочел не обсуждать это всерьез, потому что, еще раз, ну, столько еще всего может произойти до этого года. Мы тут примерно поняли, в чем заключается противоречие Ирана и России, о котором пишут в Азербайджане и Армении. Но как же оно может разрешиться? Ведь, в конце концов, главный приоритет России – это выход к портам на Персидском заливе, которые позволят ей торговать со странами Азии не через Балтику, которая стала закрыта для России из-за противоречий с Западом. В вопросе маршрута, мне кажется, почему бы Россия действительно не смирится с тем, что эта дорога будет через Иран. Это не нравится Азербайджану, потому что Иран – это сильный игрок, и Иран может ставить свои условия. Армения, судя по всему, в Баку видят Армению как слабого игрока, которому мы можем навязать любые условия. Конечно, не хочется ставить свой маршрут в Нахичеване, дальше в Турцию, в зависимость от Ирана. А России-то что? России, мне кажется, здесь выгоды нет никакой. Нет, ну, давай, если, начиная с основы, скажем так, коридор, вот этот России вполне выгоден, ровно так же, как он выгоден Ирану в каком-то смысле. Это возможность дополнительных какой-то связи, восстановления как раз когда-то существовавшей советской инфраструктуры и все такое. Я думаю, что, во-первых, мы не совсем понимаем, насколько категорична позиция России. То есть, Россия хорошо, она поддержала, но вот она поддержала до какой степени? То есть, она действительно готова стоять на своем и любой ценой ей нужен маршрут именно через армянскую территорию? Я не уверен. Я думаю, что это скорее все-таки поддержка общая какая-то азербайджанских начинаний. Но в случае чего, я думаю, что тут позиция России может быть и не столь однозначна. С другой стороны, опять же, коридорию выгоден. Я думаю, что, опять же, рассчитывать только на Иран, ну, хотелось бы в идеале, наверное, России тоже, чтобы были альтернативные маршруты. Понимаю, что Иран тоже не самый простой партнер. Но это какая-то, опять же, общая логика. Поэтому мне так как кажется, что у меня ощущение такое, что если мы берем позицию России, то это все-таки, ну, если не седьмая вода на киселе, то это не самое главное, что ли, в этой истории. То есть, во-первых, российско-оранским отношениям, конечно же, эта история не угрожает. То есть, это, в общем-то, какое-то ситуативное недопонимание по конкретному моменту. И тут из этого делать какую-то большую-большую проблему, наверное, не стоит. С другой стороны, опять же, мне кажется, что позиция России у нас тут не столь категорична, что ли. И поэтому здесь, я думаю, что, ну, как бы, раз уж Россия поддерживает этот маршрут, Иран, видимо, решил, что есть смысл и в адрес России, как бы, высказать свою неприязнь. Тем более, я думаю, что тут еще такой момент, что иранскую власть текущую и так постоянно обвиняют местные жители в слишком сильном сближении с Россией, что Иран там становится якобы каким-то марионеткой Кремля и все такое. Конечно, не так, но многие иранцы в это свято верят. И поэтому это может быть, как бы, и дополнительно какая-то игра на свою аудиторию. Вот. Но, опять же, я бы все-таки тут сказал, что, наверное, про Россию, может быть, нам стоит говорить не в первую очередь. Все-таки не она тут определяет, и вряд ли у нее есть, ну, какая-то позиция абсолютно категорична. По-моему, это логичный и даже вполне оптимистичный вывод. Иран при всей своей неоднозначности, может выступить ситуативным союзником Армении, который не допустит реализации самых максималистских планах Баку. Также Иран здесь выступает диким противовесом России, которая в иной ситуации могла бы давить на Ереван куда жестче, чтобы реализовать свой план построить, восстановить железнодорожное сообщение с Ираном. Когда-нибудь в лучшие годы, я уверен, что дорога будет пролегать по обоим берегам Аракса. Но сейчас же для счастья хватит и того, чтобы не было радикальных силовых решений. А все остальное как-нибудь потом. Будем верить в лучшие, друзья. С вами были глава медиа. Всего вам доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова